Когда речь заходит о воспитателях детского сада, то звучат только самые добрые слова. Люди этой необыкновенной профессии открывают для детей окно в большой мир. Воспитывают и помогают приобрести необходимые в жизни навыки. Решают детские проблемы. Словом, быть хорошим воспитателем очень непросто. И все-таки нужно к этому стремиться. Как добиться профессионального совершенства в профессии? К этому можно и нужно идти. И для этого необходимо учиться, нарабатывать драгоценный опыт, советоваться с коллегами. Прекрасная возможность для профессионального роста – участие в конкурсе «Воспитатель года». Конкурс проходит по устоявшимся правилам. Прежде всего, заочный этап, по итогам которого отбираются 15 лучших. Они были приглашены во второй детский сад, чтобы выяснить, кто из них наиболее достоин высокого звания победителя конкурса «Воспитатель года». Я единственное хочу сказать, что вы к этому конкурсу подошли с открытым сердцем, с доброй душой, но со всей долей ответственности для того, чтобы результат был, как говорится, налицо. Каждый день у песни «Белость» он будет лучше, чем предыдущий. Я уверен в том, что если вы будете сплочены, если вы будете одной командой, будете помогать друг другу, то все у вас получится. Воспитанники второго детского сада приветствовали участников конкурса. Они искренне пожелали им успеха. Не волнуйтесь, просим вас, чаще улыбайтесь, и удача к вам придет. Вы не сомневайтесь, вам желаете пора, всем ни пуха, ни мира. В этом году было решено предоставить всем конкурсантам возможность проявить свои таланты в творческом занятии с детьми, а не только шести лучшим из них, как было в прошлогоднем конкурсе. Мы считаем, что конкурс профессиональный – это возможность творческого и профессионального роста. Это невероятные такие курсы повышения квалификации, которые не пройдешь ни в одном институте развития образования. Это жизнь, которая заставляет стремиться к лучшему, которая заставляет соревноваться и достигать наилучших успехов. После жеребьевки конкурсанты представили на суд взыскательного жюри свои мастер-классы. Причем помогали выступающим удачно показать все намеченное остальные участницы конкурса. Музыкальное занятие с кубанской спецификой вызвало большой интерес. Среди участниц конкурса нет случайных людей. Все они любят свою работу и стараются преуспеть в ней. Я очень люблю свою работу, очень люблю своих детей. У меня в кабинете есть панно, в котором ребята изображены на звездах. То есть я полагаю, что дети – это звездочки, которые в будущем будут гореть ярко, сверкать. И я стараюсь сделать все, чтобы так и было. Я благодарна коллективу за помощь, за поддержку. Я надеюсь, что конкурс пройдет для меня легко, радостно, что я получу массу положительных эмоций. В свою копилку добавлю еще очень много мастерства и таланта других конкурсантов. Впереди у участниц конкурса еще немало испытаний. Но кто бы ни стал победителем, в выигрыше в конце концов окажутся все. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Программа «Стартака»